Однако, россиянам, которые не просто не помогают Европе и США загнать Путина в могилу, а своей пассивностью лишь помогают пляшивому, никто помогать, по крайней мере, на этом этапе не будет. И ни на каком этапе никто, ни украинцы, ни европейцы, ни американцы, не будут на Абрамсах штурмовать мытищи или химки и бомбить Кремль. Ни американский, ни украинский, ни французский солдат не будут арестовывать Путина. Это должны сделать сами россияне. Одно дело, когда сотни людей выходят. Их легко могут схватить, их зафиксировать, с ними проведут необходимые вещи. Да, теоретически это возможно, когда вышли тысячи. Гораздо сложнее, когда десятки, а тем более сотни тысяч. Вот когда сотни тысяч. Вот в чем урок, главный урок украинского Майдана? Почему украинский Майдан, в отличие от российских или белорусских протестов, в итоге побеждали? Кстати, тоже, вот 10 лет революции достоинства, и 20 лет будет осенью оранжевой революции. В чем позитивный урок? В том, что это были массовые протесты. Вот украинцы не боялись, сотни тысяч выходили. Не десятки тысяч даже, и не тысячи, сотни тысяч выходили. Тоже не всегда. А когда, что называется, достало, и когда, как правило, политические поводы возникали. Даже не социальные, а политические поводы. Люди за свободу выходили. Когда возникала угроза, что у них могут эту свободу отнять. Вот люди выходили бороться за свободу. Сотни тысяч. И это были не разовые однодневные протесты, а более системные. И тогда, вот когда силовики те же самые путинские, а они сейчас, часть из них на оккупированных территориях, да, сил не хватит одновременно. И на войну, и на борьбу с внутренней оппозицией. Поэтому надо преодолевать этот внутренний страх. Когда вас много, победить вас путинская власть не сможет. А вас действительно много. 20% где-то против войны и против Путина. Это более 30 миллионов человек. Еще процентов 15 против Путина, хотя и за войну. Вместе это более трети всех россиян, которых не устраивает вот это вот сидящее в Кремле. Эти 20 и эти 15 процентов, они разные полюса, да, они никогда не сядут облегчиться на одном гектаре. Но и те, и другие это протестный электорат. А для протеста, собственно, хватит и 20 процентов. Вот тех более чем 30 миллионов. Снова и снова, ребята, горизонтальные связи. Плечо понимающего тебя человека. Готовность физическая, моральная. Это то, над чем стоит работать уже сейчас. И знаете что? Вот еще одна штука. Так как украинцам, наверное, не стоит рассказывать россиянам, что они все рабы, так же и россиянам не стоит рассказывать украинцам, в каких якобы тепличных условиях мы проводили свою революцию достоинства. Я просто напомню, что в Майдан штурмовали реальные БТРы. Просто мы не светили на них фонариками, а освещали их путь. Этих БТРов коктейлями Молотова. И на Грушевского. Всем, кто там был, приходили смски о том, что получатель, вы преступник, и обвиняетесь в уголовном преступлении. Просто получив эти смски, украинцы в лыжных шлемах и с палками в руках смеялись. Они шли в автозак, снимая все на телефон. И небесная сотня ушла в небо от настоящих пуль. Просто нас это не останавливало. Ни это, ни лидеры оппозиции, которые от имени Майдана вели переговоры с Януковичем, возвращались с результатами на Майдан, а Майдан посылал их обратно на переговоры. Хотя бывало и просто посылал. Несмотря на то, что принесенный компромисс был одобрен западными послами и посредниками. А когда после трагедии 20 февраля, после расстрела Майдана, Янукович понял, что, скорее всего, теперь ему придется уйти не просто с поста президента, но и с жизни, причем, скорее всего, по стопам Каддафи, он сбежал. И знаете, вот мое личное мнение, когда Путин точно так же будет точно знать, что из теней, отгорящих на Красной площади шин, ему улыбается друг Муамор, кривой улыбкой окровавленного рта, вот тогда Россия победит. Та самая прекрасная Россия будущего. До встречи, друзья. Ведь нам есть о чем поговорить.